Давайте я тогда по очереди отвечу на ваш вопрос. Вот вы подняли вопрос о том, что первое, это... 20-й год. Нет, то, что... Да, по поводу 20-го года, то, что выделили финансирование. Выделили финансирование, вы не забудьте о том, что... Это гуманитарная помощь. Это гуманитарная помощь, но дело в том, что 7 территорий, да, там... ПАСЭ пока это не может решить, потому что этот вопрос будет решать, кто на кого напал, Гаагский суд. Потому что все-таки подали этот вопрос. Почему? К этому вопросу очень аккуратно надо подойти, потому что это может вызвать очередной взрыв, начало войны очередной. То есть повторение или... Гуманитарная помощь выделена в основном Азербайджану на территории, которые были нашей буферной зоной. Когда мы... Извините, но я вынуждена буду сказать, когда мы оккупировали азербайджанские территории, как Физулинский район. Я понимаю, что это когда-то был Карабах. Но так же, как и Нахичевань, мы же сейчас о Нахичеване не говорим, что... Верните нам Нахичевань сейчас. Мы говорим о той территории Нагорного Карабаха, в котором проживало большинство армянского населения, которое там оставалось до сих пор. И согласно вот именно этой карте, да, вот что Физулинский район, там, Кельбаджарский, Лачинский, вот эти территории, на эти территории выделены деньги. Насколько я знаю, им выделены... Потому что именно на эти деньги аэропорт Физули был построен, именно на эти гуманитарные деньги. Не инвестиции. Никто пока не инвестирует на эти территории. И даже на Карабах не инвестирует. Кстати, если вы заметили, то Алиев абсолютно в Карабахе, кроме Шуши, то есть в самом Шуши и Гадруте, там, в Гадруте они практически что-то там ломают, что-то пытаются сделать, но такого строительства нету, только в Шуши строится. Но если вы заметили, после сочинской встречи эта поддержка уже ослабла. И сейчас то, что Алиев выступает о том, что тема Овцаха, статус Овцаха, это не обсуждается, он говорит для своей публики. Вы не забудьте, 20 тысяч почти что военных погибло на территории Карабаха в 20-м году в войне. Цифры разные звучат. Ну, по последним данным около 20 тысяч. Они скрывают, внутри страны они скрывают, они дают намного меньше цифр. Я принимаю, я оккупант, я захватила территорию и несу ответственность. Зачем я это сделаю? Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова